Возвращение к Государе Возвращение к Государе. Вторая книга Царств, 19 глава, с 9 по 15 стих. И весь народ во всех коленах Израилевых спорил и говорил, «Царь избавил нас от рук врагов наших и освободил нас от рук филистимлян, а теперь сам бежал из земли сей от Авесолома. Но Авесолом, которого мы помазали в царя над нами, умер на войне. Почему же теперь вы медлите возвратить царя?» И царь Давид послал сказать священникам Садоку и Авиафару, «Скажите старейшинам Иудиным, зачем хотите вы быть последними, чтобы возвратить царя в дом его, тогда как слова всего Израиля дошли до царя в дом его? Вы, братья мои, кости мои и плоть моя, вы, зачем хотите вы быть последними в возвращении царя в дом его?» «И о Мессаю скажите, не кость ли моя и не плоть моя ты? Пусть то и то сделает со мною Бог и еще больше сделает, если ты не будешь военачальником при мне вместо Иава навсегда». И склонил он сердце всех иудеев, как одного человека, и послали они к царю сказать, «Возвратись ты и все слуги твои». «И возвратился царь и пришел к Иордану, а иудеи пришли в Голгал, чтобы встретить царя и перевести царя через Иордан». «Размышления, часть первая. Кому быть царем?» Вторая книга царств, 19 глава, с 9 по 10 стих. «При монархии постоянно возникает проблема наследования. Что происходит, когда умирает царь? Когда на престоле никого нет?» Ранее, в первой книге царств, 8 главе, Израиль дерзнул просить у Бога царя, хотя на самом деле сам Бог уже царствовал над ними. С того момента, как Саул стал самым первым царем Израиля, всегда остро стоял вопрос наследования. После Саула его место должен был занять Иоаннафан или еще кто-то из его сыновей, то есть Ивосфей, но Бог помазал на трон Давида. Теперь же, после смерти Авессалома, вопрос состоит в том, быть ли Давиду снова царем или нет. Мы знаем, что все земные цари смертны. Мы также знаем, что в Израиле цари должны были представлять Бога на земле. Кого сегодня мы представляем своей жизнью? Кто наш истинный царь? Христиане представляют Христа. Это важнее, чем представлять себя, свою страну или культуру. «Пусть наша жизнь всегда показывает, что мы – посланники Христа, нашего Царя». Размышления, часть 2. «Покоряющий сердца». Вторая книга Царств, 19 глава, с 11 по 15 стих. «После гибели Авессалома и бесчинств Иава, Давид собирается силами и укрепляет свою власть. Давид отнюдь не идеален. Последние годы он совершил немало ошибок. Но при том он показал себя сильным воином, любящим пастырем и справедливым правителем. И самое главное, он был мужем по сердцу Божьему. Несмотря на неудачи, он старался как мог и продолжал идти путем веры. Если принять во внимание все это, становится понятно, почему народ любил его и единодушно шел за ним. А каким лидером являетесь вы и какое оказываете влияние на людей? Как ваша жизнь указывает людям на Христа? Оказываете ли вы ради него положительное влияние на других своей добротой, терпением, великодушием и любовью? В каких сферах вам нужна его помощь? Молитва Всемогущий Бог, ты царь моей жизни. Пожалуйста, очисти мое сердце от любых идолов и лжебогов, которые меня тянут. Пожалуйста, обнови мое сердце и силу, чтобы мне идти только за тобою. Помоги мне еще больше преобразиться в твой образ. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь.